СОБЧАК ЖИВЬЁМ СОБЧАК ЖИВЬЁМ Вечер, в эфире сегодня Собчак Живьём, и у меня в гостях предприниматель Рубен Варданян. Добрый вечер. Добрый вечер. Рубен, ну вот, почитав про всё, чем вы занимались, действительно уникальные проекты для России. От первого независимого банка, компании «Тройка диалог» до канатной дороги, школы Сколково, экспериментальных проектов, по-другому, как визионер вас, наверное, сложно назвать. Визионер и оптимист. Вот, учитывая эти проекты, очевидно, что вы верите в нашу страну, верите в её будущее. Вы могли бы мне нарисовать будущее нашей страны, ну, например, лет через 12-15, чтобы мне тоже было во что верить? Это сложно описать в двух минутах, но, во-первых, к 25-му году пройдёт 40 лет с начала перестройки. Если, не буквально, но относиться серьёзно к словам Библии о том, что Моисей 40 лет водил по пустыне, то мы получим поколение людей, которые уже не будут помнить советскую власть и будут по-другому смотреть на мир. Я думаю, что через 12 лет общий процесс интеграции в мировую экономику, в мировое информационное пространство будет настолько сильнее, что многие сегодняшние процессы нам будут, кажется, архаичными. Поэтому люди будут жить совсем в другом информационном пространстве с точки зрения принятия решения и ощущения того, как их местная роль будет совсем другим. Третье, я уверен, что через 12 лет, или через 20 лет, при всей своей важности, таких понятий, как нефть, вода, земля, вот эти 3-5% людей, которые наиболее яркие, неординарные, будут ключевым активным, на котором будет бороться правительство. А вот эти, простите, 3-5% они разве не уедут? Некоторые уедут, некоторые приедут. Я должен сказать, что этот процесс борьбы за них будет обостряться в этом отношении, конкуренция будет жёстче. И здесь не только вопрос государства и его политики, но и вопрос многих других элементов очень важных, в том числе возможности профессиональной реализации, потому что масштаб России уникальный. С точки зрения реализации самого себя в России, и не случайно так много аферистов, так много авантюристов, так много... Аферистов-то много, с этим я даже не спорю. Аферистов, аферистов, так много людей, с некоторой такой релой, приезжало в своё время в Россию, даже несмотря на все недемократические системы управления. Согласна, вот Рубен, аферистов много, но проблема в другом. Вы говорите о каком-то поколении, я с вами согласна, но я, собственно, и есть это поколение. Нет, 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 нет. Я не помню, что такое... Вы сибиристите, вы сибиристите. Да, я уже старше. Но, тем не менее, я не была, например, пионером, я уже застала развал Советского Союза. И если даже 10 лет назад, вот у меня, как у человека этого поколения, было ощущение, что в стране есть будущее, и сейчас вот всё может поменяться, и вот какой-то может быть новый этап, то сейчас у меня как раз ощущение, что всё разваливается, что образования нету, медицины нету, мы катимся по дороге не к странам второго или первого мира, а наоборот, от стран третьего мира мы по нисходящей катимся вниз. Вот у меня такое ощущение. И поэтому у вас оно другое явно, судя по проектам, которые вы делаете. Убедите меня, что это не так. Что у вас делать? Это как стакан наполовину полон, много негативного есть, и вы многое, что вы описываете, имеет право на жизнь, но просто по определению человек, который хочет что-то делать, это, знаете, как Сократ сказал, тот, кто не хочет, ищет причину, а тот, кто хочет, ищет способ. Поэтому это вопрос восприятия самого себя и сказать, что все виноваты. Ведь мы же привыкли, что за нас всё решили, за нас всё определили, и поэтому мы живём в пространстве, где можно всегда ругать начальника. Это очень добрая модель для большинства людей вообще, на самом деле, обвинить всех и вся в том, что у меня неудавшаяся судьба, потому что вот мы в своё время там папа с мамой не разрешили, или там начальник не дал, или там что-то случилось по какой-то неоттебрядающей причине, это очень добро. Ну, с этим я не буду спорить. Но вот смотрите, давайте возьмём реально те проекты, которыми вы занимались. Вот Сколково, наверное, самый хороший, самый яркий пример. Бизнес-школа, о которой вы говорите, как о школе, которая имеет свою целью не только иметь учеников из России, но и экспортировать, не только экспортировать, но и импортировать, и иметь людей из разных стран. Вы считаете, что это реально возможно, и что между Елем, Оксфордом и какими-то бизнес-школами Гарварда люди будут предпочитать ехать в Россию в Сколково? Сто процентов. Более того, как человек, который объездил 42 бизнес-школы, я считаю, что такой шанс есть. Это не означает, что это будет автоматически, это не означает, что это происходит само собой. Почему? Объясните мне, почему это должно быть, Рубер? А потому что мир меняется. Если раньше был пылесос, очень простой, со всего мира все хотели приехать в Америку или в Западную Европу, там учиться, найти работу. Это были экономические причины. И экономические, и центры знаний, и центры информации, и миграционная политика делала так, что там были сконцентрированы наиболее лучшие ресурсы. Так случилось по ряду причин, что неожиданно мир изменился. И в Бразилии сейчас, с точки зрения не карнавала и футбола, а делать бизнес, стало тоже очень интересно. В Бразилии да, а в России тоже да? И в России при всех своих сложностях, я должен сказать, что с точки невозможности реализации, вы знаете, как инвестиционный банкир, я общаюсь с большим количеством инвесторов. И они по-разному относятся к тому, что происходит в России. И некоторые из них инвестировали в большие суммы денег, в 90-е годы, не только в 2000-е. А в Россию я себя спрашивал, почему, вот как вот? Они говорят, ну везде сложно, поверьте, что есть страны лучше, легче, но зато с точки невозможности, масштаба. Рубан, ну согласитесь, это общие слова. Вы все-таки человек с экономическим образованием. Мне бы хотелось вот конкретно у вас спросить. У меня экономического образования нет. Но простая логика подсказывает мне следующее. Вот как пример с отдыхом, я понимаю, что если у меня небольшая сумма денег, ну там, я человек среднего класса, мне гораздо выгоднее поехать отдыхать в Турцию, чем в Сочи. Потому что это всего на час будет длиннее полет, но я сэкономлю деньги и на гостинице, и на перелете, и это и дешевле, и главное, лучше качество. Поэтому никакого смысла есть шашлык на грязном пляже в Сочи у меня нет. Если я могу поехать в отель All Included в Турции и потратить в два раза, может быть, даже меньше денег и получить лучшее качество. Также со школой в Сколково. Если я могу заплатить чуть больше, но отправить своего ребенка учиться в Лондон, где будет приятная атмосфера, хорошая экология, и не дети новых русских вокруг, а хорошая английская аристократия, то, наверное, мне это выгоднее, чем отправлять в Сколково, если разница в цене не так велика. Давайте я попытаюсь... Вот рационально, да. Мне просто очень сложно это коротко объяснить, потому что действительно требуется философия достаточно такая подробная. Вот такой человек, министр-ментор Ликваню, который основал Сингапур, я с ним встретился в 2005 году на частном ужине. Мне тогда было 38 лет. Я ему рассказал о своей мечте, я хочу бизнес-школу в России. Мы с ним встречались в первый раз. Человек из Востока. С Востока очень все это протокол очень серьезный. Он мне говорит, я готов стать членом твоего борда, членом совета здоровья твоей школы. Вокруг него все падают в шок, потому что человек в этот момент был членом совета здоровья через Манхэттена, значит, Эксона и Данвер-Крайслера. Следующий Сколковый. Проходит три года. Он ежегодно приезжал к нам на совете здоровья. Мы организовывали в Сингапуре форум. После трех лет он поехал со мной, своей дочерью, в Армению, как мне обещал, что если я построю школу, он приедет. Я его спрашиваю, а зачем? Вот вам 87 лет, вы всего добившись. Зачем вам какая-то бизнес-школа в России? Он мне говорит, через 20 лет Сингапур, который сейчас очень привлекательный город, проиграет Мумбаю и Шанхаю с точки зрения привлекательности для наиболее ярких людей, потому что там больше бизнеса, там больше возможностей, там улучшится инфраструктура, улучшится английский, улучшится среда. И технологии позволят летать быстрее, технологии позволят передвигаться быстрее. Поэтому все, что находится в радиусе 7 часов, нам очень интересно для Сингапура. И поэтому, так как Россия находится большей частью 7 часов лета, то для нас Россия очень важный рынок. И я хотел, чтобы будущие бизнесмены знали бы о Сингапуре. И поэтому сегодня я трачу время свое, будучи уже человеком. Поэтому, вы сейчас расскажете про Россию, но очевидно, что учаясь в Гарвард, я уже заканчивал Гарвард, я был и учился в Стэнфорде, в разных бизнес-школах, но ты, учась в Гарварде, не получишь, как делать бизнес, как зарабатывать в Южной Африке, в Китае, в Индии, в России. Понятно. Ваша мысль понятна. Но Россия, не Индия, не Китай, не Бразилия и сингапурского чуда уже за эти 12 лет не произошло. Вот смотрите. Буквально сегодня Госдума приняла в окончательном чтении ряд запретительных законов, которые эту картину мира, благостную вами нарисованную, точно опровергают. В стране фактически запрещено говорить о том, что гетеросексуальные и гомосексуальные семьи являются одинаково равноценными. Законы, запрещающие богохульство вплоть до уголовного наказания, тюремного срока, это все законы, мы сейчас не будем даже говорить о том, как к ним относиться, но это все законы запретительные, законы, противоречащие западному цивилизационному развитию. Неужели вы думаете, что в такую страну люди захотят отправлять учиться свои дети? Ксения, мы с вами просто говорим, знаете, как китайцы-американцы, как китайцы говорят, у нас вот есть еда китайская, она не наша, это монгольская очень, потому что ее монголы нам принесли, говорят, а когда? Тысячу лет тому назад. А для американцев пять лет тому назад, это очень давно. То есть, понимаете, я в 90-м году начинал кампанию, когда Советский Союз, КПСС, я делал инвестиционный банк, и не то, что там запретительные, вообще не было понятно, что будет завтра. То есть, вы просто мыслите другим масштабом, 10-20 лет, и это все пройдет? И это пройдет, конечно, Ксения, потому что, еще раз, здесь процесс, который нельзя остановить, они уже идут, нравится кому-то, не нравится, хорошие и плохие, к сожалению, не только хорошие, но и плохие процессы происходят и в нашей стране. Мы меняемся, я почему говорю, в 25-м году, это не просто так, это не символично, это 40 лет, это не шутки, на самом деле. Люди будут по-другому принимать решения, по-другому смотреть на мир. Можно ли построить снова великую железную занавесь, великий железный занавесь? Я думаю, что невозможно. Но попытки могут быть, могут быть, в этом ничего. Это плохо, конечно, плохо, потому что, еще раз, к сожалению, любые изменения, и мы возвращаемся к теме... Ну, почему занавесь? Просто стагнация, просто ситуация, в которой люди как раз талантливые и которые могли бы эту страну воссоздавать, они будут уезжать, потому что это выгоднее. И вы, как экономист, точно должны понимать, что значит для молодого человека понятие «выгоднее». Он делает оценку, исходя из сегодняшнего момента и будущего. Он не только делает оценку, это сегодняшнего. И умный человек, я могу, у меня был выбор, уехать или остаться. И многие мои высококурсники уехали, потому что тогда была возможность учиться на Западе. Это была мечта большинства студентов МГУ, поехать на Западе, получить нормальное дополнительное второе образование. А тот, кто оставался, рисковал, потому что могло бы, вроде бы, все очень плохо закончиться. И закончится так, как закончилось сейчас. Я не сидел бы перед вами, а там находился в других местах. Но это выбор, выбор каждого из нас. И в этом отношении... Но это пока выбор. Вот, например, вчера в «Видомостях» опубликовали статью о том, что, собственно, может случиться ситуация, при которой будут введены выездные визы. Могут быть. Могут быть. Это значит, будет ограничен выезд из страны, как в Советском Союзе. Тем не менее, еще раз, опять-таки, это не самые приятные моменты, происходящие сегодня. Тем не менее, и это тоже пройдет. Самый большой оптимист из всех моих интервьюируемых, Рубен Варданин, с нами. Мы прервемся на несколько минут на рекламу. Оставайтесь. Продолжение следует...